В Татарстане предлагают отменить выпускные вечера. В Госсовете считают, что родители выпускников не в состоянии оплачивать праздничные банкеты. Казань присоединяется к всероссийской акции свеча памяти. С двух до четырех часов ночи состоится траурное шествие со свечами от вечного огня парка имени Горького к вечному огню парка Победы. Ученые КФО совершают прорыв современных методов статистического анализа данных. Проходит третий этап экологической акции по очистке водоемов в Республике Татарстан. Уборка дна и прибрежная зона озера Комсомольская в Дербышках. В Казани торжественно закрывается сезон студенческого спорта. В нынешнем учебном году в соревнованиях, проводимых под эгидой молодежной организации «Буревестник» приняли участие почти 6 тысяч человек. Юные казанцы получили в КФО урок лидерства от топового шеф-кондитера. За пять насыщенных дней в проект школы лидерства КФО школьники прошли обучение по программе самосовершенствования. Московские дизайнеры нарисовали комиксы по сказкам Тукая. Дизайнеры представили проект комиксам по сказкам великого татарского поэта Габдулу Тыкая, Водяная и Ширале. В Казани появится 100 новых автобусов. По условиям контрактов все автобусы должны быть 2016 года выпуска, обязательно красного цвета и с мягкими сидениями. Петербургский художник в шаржах изобразил казанскую подземку. Автор работ нарисовал 10 станций казанского метро и обыграл в стихах их название.